Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up, I feel like it's Monday, something's going wrong without a chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything that's... Привет-привет-привет, песеры, с вами Морш, очередной выпуск по пиздим, и сегодня я с вами хочу поговорить про самый убогий режим игры в нашем eFootball 2023. Если честно, я к нему не хочу прикасаться даже 18-метровой палкой, если знаешь откуда эта цитата, то ставь лайк и можешь написать на самом деле источник. Кстати, да, сегодня тоже будет два видео, вечером выйдет второе видео на мой второй канал, ссылки в описании в закрепленном комментарии. В общем, решил я там одну игрушку пройти, если вам будет интересно, залетайте посмотреть. Ну и как вы думаете, про какой режим я буду говорить? Конечно же, конечно же, тут не так много вариантов. Само собой, это у нас дивизионы. Меня спрашивают частенько в комментариях, может в каком-то дивизионе. Ну, сейчас покажу, в каком я дивизионе. Началась третья фаза, классно, 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 классно. И я нахожусь в девятом дивизионе, потому что в это я не играю абсолютно. Попытаюсь в двух словах объяснить, почему я считаю это полнейшим дебилизмом, полнейшей тратой времени. И если Konami в ближайшее время это не исправит, то это просто дохло, это сразу изначально мертворожденный режим игры. Значит, в принципе, Konami что нам попыталось сделать? Оно попыталось нам повторить Weekend League в FIFA. Но есть одно кардинальное, просто кардинальное отличие от Weekend League. В Weekend League дают призы. У нас как бы тоже дают, но сейчас мы все это дело обсудим. Итак, да, сразу хочу уточниться. Тоже бывают такие вопросы. Морша, что такое фаза? А когда мне дадут ей футболпоинты? И так далее. И, ребят, ну вот посмотрите просто на экран. Вот видите, написано фаза 3 с 20-го, 10-го по 7-е, 11-е. Наверное, можно легко дойти, что это промежуток времени. Да, я понимаю, что слово фаза не совсем как бы применимо к футболу. Тут скорее нужно было бы назвать сезон или еще что-то. И, само собой, награды вам будут выдавать, когда эта фаза, собственно, закончится. Ладно, переходим к наградам. За что же борются наши самые лучшие игроки в Ефутбол 2023? Итак, за первое повышение награды мы не рассматриваем. Здесь ГП и тренера, их получили один раз, и потом получать ты их уже не будешь. Собственно, у нас награды за фазу. И самое жирное, что нам могут выдать, это если вы заканчиваете эту фазу. В первом дивизионе вам дают аж 3000 ебалов. Огромная сумма, за которую, наверное, стоит играть. 50, может быть, 100 матчей, чтобы выйти в этот первый дивизион. Ну, наверное, кто-то так считает. И, наверное, кто-то так считает искренне. Я считаю, что какого хрена я за 3000 ефутболпоинтов буду накатывать, да даже 30 матчей я за них накатывать не буду. Идите в жопу, Konami, честно вам скажу. Кроме этого, можно получить еще дополнительный бонус. Если вы попадаете в 200 лучших игроков мира, то вам начислят аж еще 3000 ебалов. Господи, с такой щедростью, я не знаю, мне кажется, Konami все-таки не японская компания, а еврейская. Причем такая конкретно еврейская. Странно, что они из нас денег как-то маловато берут, нет всяких подписок и так далее. Но с щедростью их призов, я не знаю, могут посоперничать, наверное, любые игры в мире. Окей, ты потратил огромное количество времени, сыграл 200 матчей, попал в эти топ-200 мира. Ты в первом дивизионе. Прошел месяц, да, ну с 20 по 7, а не, ну с 20 по 7 тут у нас 2 недели, да. Ну чуть больше, чем 2 недели, это длится фаза. Ты больше, чем 2 недели дрочил в этот ефутбол 2023. У тебя был хреновый коннект, тебе попадались хрен пойми кто. Кстати, да, хочу, хочу, кстати, отметить, да, на самом деле сейчас вернемся немножечко обратно. Это логика вообще самих дивизионов. Как это происходит в нормальном мире? Какая-нибудь команда заявляется в пятую лигу Англии. И играет она, представьте, с командами из пятой лиги Англии. Потом она переходит в четвертую лигу Англии. И играет она, представьте, с командами из четвертой лиги Англии. Как у нас работают дивизионы? Ну, ты можешь быть в девятом дивизионе, будешь играть против первого дивизиона. Ну, он тебя, конечно, вытрахает по полной программе. И ты будешь сидеть, ну, довольный, довольный, такой прям довольный-предовольный. В чем логика здесь? А я не знаю, ребят, у меня нет на это ответа. То есть, все равно, то есть, за победу тебе максимум дадут три очка. Ты победил чувака из первого дивизиона из топ-200 или там из топ-10 мира. И тебе все равно за победу дадут три очка. То есть, ты порвал себе жопу, еле-еле выиграл этот матч. Но, три очка. Потому что за победу. Потому что вот так вот. Никаких бонусов за то, что ты победил гораздо более сильного соперника. И из-за того, и, ну, то, что он в гораздо более высоком дивизионе. И так далее. Тебе не будет. Потому что вот так. Потому что, потому что, потому что. Ладно. Получил ты эти 6000 очков. Просто кровью и потом выстрадал. Идем в магазин тратить. Сейчас, наверное, полмагазина скуплю. Ага, конечно. Начнем с предметов. Что у нас вообще сейчас доступно за Ефутболпоинты? Они же ебалы. Ну, значит, раз в два месяца можно купить одно продление контракта на два месяца для какого-то игрока. Правда, стоит оно 25 тысяч Ефутболпоинтов. То есть, всего лишь четыре раза тебе нужно оказаться в первом дивизионе и в топ-200. Ну, то есть, четыре раза закончить четыре фазы в первом дивизионе и в топ-200. Чтобы купить одно продление контракта на два месяца на одного игрока. Адекватно? Ну, как по мне, прям выгодное предложение. Если ты же не хочешь долго собираться, ты можешь купить целого одного тренера на четыре тысячи опыта. Охренеть. За пять тысяч. За пять тысяч ебалов. Ну, при том, что у нас сейчас идет, как бы, компания входов, где просто за вход нам дают 140 тысяч опыта. А здесь можно купить за, грубо говоря, две недели пота и крови тренера на четыре тысячи опыта. Мне кажется, нас где-то немножечко наебали. Ну, вот как мне кажется. Конечно, с этим можно поспорить. Ладно, предметы говно. Перейдем к игрокам. Может быть, здесь что-то хорошее. И я бы сказал, что да. Пожалуй, из-за условного сколза, ребята, у которых его нет, могли бы отыграть две недели. Ну, допустим. Вот. После этого, после этого, ты забрал. И тебе предлагаются вот такие игроки на выбор. Ренан Лоди, Гуе и сын Клюверта. Нужны они тебе? Я бы сказал, что, ну, скорее всего, абсолютно нет. Да, тут у нас еще есть Тонс и Диас, которые тоже особо абсолютно нет. Но, тем не менее, Ефутболпойнты, конечно же, конечно же, ну, тут не могло не обойтись еще и без этого подкола от Канами. Ефутболпойнты у нас еще и имеют срок годности. У меня вот через два дня, 15 часов, сгорает 3600. То есть, грубо говоря, вот мой выход в первый дивизион, плюс еще 600 сверху, да, сгорает через два дня. И на что мне их тратить? На что мне их тратить, если эти игроки мне нахрен не нужны? На 4000 опыта? Ну, как по мне, это вообще просто самая тупая затея. 4000 опыта менять на 5000 Ефутболпойнтов. Тем не менее, тем не менее, ребятки, тратить придется. Я как бы вам советовал делать. Придется брать футболистов. Объясню почему. Смотрите, Иринан Лоди и Гуе у нас 5-звездочные игроки. То есть, квикнув их, вы получаете 10 тысяч, точнее, для тренера на 10 тысяч опыта. Да, вот так вот. Если покупать напрямую за 5000 Ефутболпойнтов, ты покупаешь 4000 опыта. Если ты купишь игрока и квикнешь, то получишь 10 тысяч опыта еще и гпшечку какую-то. Логика, логика Канами, она, ее, собственно, никогда не было. Ее, собственно, никогда, судя по всему, не будет. И Канами просто такое ощущение, что слегка издевается над всеми нами. Ну, возьмем, возьмем. Я беру Гуе. А что мне еще остается делать? У меня эти Ефутболпойнты просто сгорят. То есть, либо они просто улетят в мусорник, либо нужно что-то брать. Ну, можно было за 25 тысяч взять контракт, но, честно вам скажу, что... Мне кажется, что они, ну, должны хотя бы хоть как-то начать раздавать в будущем. Потому что, если все так же останется, ну, это полная жопа. Да, вот смотрите, если я отпущу этого игрока, я получу 8300 ГП и 10 тысяч опыта. Канами, Канами. Вот вроде вы стараетесь, вроде вы пытаетесь. Вроде вы постарались сделать аналог Weekend Лиги из FIFA. Но не играли бы в Weekend Лигу, если бы там не было адекватных и нормальных призов. И там всего 40 матчей надо сыграть, если я не ошибаюсь. Зачем вы сделали это говно, которое назвали дивизионами? Я абсолютно не представляю. Да, наверняка найдутся ребята, которые скажут мне, Морж, ну, я вот хочу быть там в топ-20, в топ-30, топ-40, топ-50 и так далее. Мне задано это логичный вопрос. Хорошо, ну, типа, не вопрос. Каждый дрочит, как он хочет. Тут как бы без вариантов. У меня просто вот вопрос к остальным людям, которые смотрят это видео. А вы знаете вообще хотя бы топ-10 игроков, которые самые лучшие в мире у нас в рейтинге? Вот я, если честно, не знаю. Ну, вот как-то так уж получилось. Я в эти рейтинги никогда не захожу. Тут вот у нас Булгадор, Ромарито, Ундакимин. Очень известные люди наверняка. ЦНФ Фенг, 35САЭМ, Ютуб какой-то. Хрен его знает, кто эти люди, шо эти люди. Ну, наверное, круто, что ты можешь потом прийти в школу и показать, нажав на рейтинг, показать, вот, посмотрите, я на третьем месте. А толку от этого? А толку от этого будет ни хрена, к сожалению. Поэтому я считаю, реально, дивизионы с самым тупорылым режимом в нашей игре, абсолютно бессмысленным, просто режим, который тратит твое время ради ничего. И если вы видите человека из первого дивизиона, вы можете сделать два вывода. Нет, то, что он тупой, нет. Ему это может нравиться, реально. Тут каждый сам выбирает, что он делает. Я про два вывода таких. Первое, он действительно хорошо играет. И второе, у него реально до хрена свободного времени. Ребят, удачи вам в матчах, если вы играете в эту шляпу. Я в эту шляпу играть не собираюсь. Можете даже в комментариях не писать, может, в каком-то дивизионе не буду я это трогать. Я к этому даже не собираюсь прикасаться. Вот такое вот попиздим у меня вышло эмоционально. Ну, а шо поделать, а шо поделать. На этом прощаюсь. Вечерком на втором канале будет начало прохождения игрули. Так что присоединяйтесь. Как всегда, Морж, как всегда, пока, пока.